В Центре народного творчества не одна, а сразу четыре новогодних красавицы украшены в разных стилях и техниках. От хохломы до кжели, от вязания до войлоковаляния. Коллекцию ёлочных игрушек создали местные умельцы по мотивам народных художественных промыслов нашей страны. Презентация итогов акции «Ёлки России» объединила населённые пункты и дома культуры, детей и мастеров уссурийска. Администрация уссурийского городского округа стала инициатором участия в этой акции, которая проводится в России уже не первый год. И мы решили в наше время, что нас должно объединять именно наши корни, наше народное творчество. Костюмы авторов были не менее яркими, чем орнаменты на игрушках. Подготовка к презентации потребовала много времени и сил, но результат порадовал и самих участников, и зрителей. Мастерицы уссурийска трудились целый месяц над созданием ёлки в стиле «Гжель». Мы выбрали стиль ёлки России в стиле «Гжель», потому что это действительно зима. Это снег, голубое ясное небо безоблачное. И постарались представить игрушки в различных техниках. Шишки и ягоды дополнили композицию на высокой зелёной красавице в стиле «Хохломы». Сразу несколько творческих объединений округа активно работали над оформлением красочной ёлки. Подтверждение этому – многообразие поделок. Резные коньки, расписные шары, текстильные птицы и другое. Нам досталась хохлома. Но мы очень в дальнейшем потом даже обрадовались, потому что буйство красок и фантазии, наверное, заиграло так, что даже не все техники, которые хотелось бы представить, здесь находятся. Самая низенькая, мягкая и уютная ёлочка оформлена детской школой искусств. На ней – советские открытки, которые выполнены в технике валяния шерсти. На самой высокой ёлке – работы участников конкурса декоративно-прикладного творчества «Фабрика Деда Мороза». Зайчики, снежинки, сани и шары изготовили в детских садах, школах и Суворовском училище нашего города. Полюбоваться экспонатами всероссийской акции можно будет на Центральной площади Уссурийска.